Поговорим пока про семью. Вот молодые, когда сходятся, говорят, ну так вот, мудрые люди заметили, что он думает, что она никогда не изменится, а она думает, что я его обязательно переделаю. И тот и другой как бы немножко ошибаются, жизнь всё ставит на свои места. Вот молодые сейчас подготовлены к семейной жизни или вы считаете, что не совсем? Или, может быть, курсы какие-то нужно организовывать, чтобы там учить? Я бы, да, такие курсы обязательно начала вести и начала бы их вести со школы именно. Девятые, десятые, одиннадцатые классы, а вот учитывая, что именно вот это вот поколение у нас идёт, ну, как правило, в неполных семьях, и они привыкают жить в неполных семьях, да, и жить в полной семье им очень трудно. То есть такую подготовку нужно всё-таки вести со школы. Вот такую разъяснительную работу нужно вести в институтах, чаще и нас приглашать, и психологов, и так далее, и тому подобное. Потому что, конечно, у нас сегодня вот вышло на первый план, я должен заработать деньги на свадьбу, я должен заработать деньги, и юноши, и девушки говорят, на квартиру, а только потом на семью. Ну, это очень ошибочно, вот очень ошибочно. То есть советуете сначала жениться, а потом уже думать обо всём остальном. И вместе думать. О материальном благе думать, потом вместе думать. Да, вот есть такое распространённое заблуждение, очень многие девушки считают, что, ну, раз я уже вышла замуж, я вот тебя, себя тебе подарила, такую красивую, то ты уж будь любезен, меня обеспечивай. Не кажется ли вам, что девушки очень завышенные требования к юношам в наше время выставляют? Очень кажется, очень кажется, что, к сожалению, пусть мои вот соплеменницы не обидятся, но очень кажется, очень многому уделяем себе любимое внимание моей внешности. Вот я должна быть красива, неотразима, и меня муж будет только за это любить. Ты должна быть красива, ухожена, это, безусловно, свежий халат, причесанные волосы. Но в основном женщина должна дарить любовь и радость своему мужу-избраннику и своим детям, она уже этим будет красива. И ничего он ей не должен, только вместе нужно создавать. И не надо говорить, что в больших там странах, в других, вернее, странах, вот всё на готовом, жена живёт. Нет, она тоже трудится. В бизнесе везде женщина трудится и трудится для создания блага своей семьи. Ну, а вот кто-то, допустим, мечтает, да, создать семью, хочет уже жениться, выйти замуж, да не с кем. Да, вот мужчин не хватает. С чем это связано? С эгоизмом. Мужским или женским? Женским в том числе. То есть выбирают? У него не начищены ботинки, недостаточно проглажена рубашка. Ну, дорогая, ты её и прогладишь. Ты её и прогладишь. И ботинки всё равно, не переделай его, просто рядом положи вот средство для очистки обуви. Губку. Да-да-да. И всё будет чисто. А он пришёл ты... Каждое утро натирай. Да, может быть, не натирай, но вежливо скажи, солнышко, ну ты забыл туфельки ещё почистить. То есть слишком привередливый? Или всё-таки количеством меньше, чем женщины? Где искать? Да, поищем. В конце концов, нарожаем. Олег найдёт семью. Нет, я думаю, что у мужчин-то выбор побольше, а мы всё же растратили, потеряли нежность, любовь и внимание. Ну, мужчину надо любить, его надо боготворить, вот, тогда он не уйдёт никогда. Только если все вокруг будут боготворить, все вокруг будут любить... Нет, боготвори своего, своего законного, с которым ты уже была в ЗАГСе. Нет, жена-то будет боготворить, так и все остальные тоже начнут, женщины. Знаете что, когда мужчина получает дозированную любовь и ласку дома, он, может быть, и пошутит с девушкой на стороне, но с удовольствием пойдёт домой. Ну, то есть здесь ещё и воспитание, наверное, играет, да? Я думаю, да. Наталья Сергеевна, вот вы очень правильно и с точки зрения жизни, жизненного опыта говорите вещи. А вот таких единомышленников, как вы, которые именно так смотрят на семью, много вообще? Очень много, начиная от всех ваших коллег. Потому что, когда я провожу пресс-конференции, встречи, я вижу заинтересованность у операторов, у журналистов, которые подошли. Я вижу согласие в их глазах, а значит, это уже очень много. Я помню, даже как-то у нас Наталья Сергеевна предложила сделать день журналистских свадеб, чтобы все СМИ объединились. Ну, кто-то может быть повторной. Вот о профессиональных свадьбах мы можем поговорить во второй части нашей беседы. А вот мы с таким же вопросом, какие семейные ценности считаете самыми главными именно вы? Вот с таким вопросом наши коллеги обратились просто к прохожим, к жителям города Благовещенска. Вот какие ответы мы получили. Счастье, доверие, любовь. И маленький наш Захар. Муж и ребенок. Семья, ребенок. Ну, семейные ценности, конечно, есть. Но это родители прежде всего, братья, сестры. Племянник мой, в конце концов, которому три годика. Бабушки, дедушки, родные. Для меня семья ценная. Дети, муж. У нас ли вся общая семейная ценность, то брат, наверное, мой. У нас многонациональная семья, поэтому мы встречаем праздники и мусульманские, и крестьянские. Такие ценности придерживаемся есть. Конечно, то, что передалось от бабушки, всегда мы собираемся все вместе. Это самое важное. Начальник управления ЗАГС Амурской области Наталья Сергеевна Томилова продолжает отвечать на наши каверзные вопросы. Дана, ну-ка, скажи, спроси. Кого же все-таки больше, разводящихся или брачующихся? Нет, безусловно, брачующихся. Безусловно. И процент разводящих у нас снижается. Но самое интересное, что мы действительно практикуем сейчас приглашать психолога и видим положительную тенденцию. То есть пара, может быть, погорячилась, может быть, как-то не сумела до чего-то договориться, подали заявление. И сейчас уже, буквально вчера был случай, когда они подошли и сами пригласили психолога даже не в установленные часы для беседы. Это позволяет разобраться в своем внутреннем состоянии, пересмотреть свое отношение к своей половинке. И есть практика, когда забирают заявление, что очень приятно. Сохранилась семья, это праздник. А в каком возрасте чаще всего идут под венец? А под венец у нас идут мужчины, простите, девушки 24, мужчины 27. Я считаю, это первый процент, а он занимает более 40 процентов. Это хороший процент, когда легче всего друг друга понять, привыкнуть. Ну и уже трудимся над созданием блага именно вдвоем. Я думала, трудимся над созданием детей. Это осознанный возраст. Это уже не какие-то там совсем юные. И в то же время мы еще не пропитаны эгоизмом. Да, и совершенно с вами соглашусь, и медицина подтвердит, что в этом время самоблагоприятно заводить детей. Наталья Сергеевна, дети, на ваш взгляд, все-таки являются цементирующим вот таким составом, который скрепляет семью? В первую очередь, папа, мама, а я дружная семья. Когда идет папа за ручку с ребенком и мама, это и красиво, и ты видишь, что ребенок защищен. И, конечно, прежде чем уйти, они подумают, а как отреагирует ваша доченька или ваш сыночек? А вот многие папы, кстати, стесняются гулять с колясками и с детьми. Знаете, может быть, у вас есть другие наблюдения, но я выхожу часто в Первомайский парк с внуком и очень много вижу пап. Вот так вот, и тут вот так, пока их никто не видит. Пожелания всем нашим телезрителям в день семьи. Значит, сегодня действительно 20 лет дня семьи. Я хочу, чтобы вы поняли, что семья – это главное. Человек счастлив тогда, когда с удовольствием идет домой, с удовольствием на работу. Берегите свою семью, берегите своих любимых, берегите своих детей. Будьте счастливы. Пусть ваша семейная будет жизнь самая безоблачная, самая красивая. Огромное спасибо. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях в апельсиновой студии была Наталья Сергеевна Томила, начальник управления ЗАГС Амурской области.